Привет всем, меня зовут Галинка и это мой альтернативный взгляд на город Екатеринбург. Мы наконец-таки добрались на Химаш. Ну как мы, изменился формат блога, я когда-нибудь об этом расскажу подробнее, но не сейчас. У меня даже оператор новый. Привет всем. Мы как будто бы на море приехали. Я специально для этого выпуска спросила у хорошей моей подруги, что же здесь такого поснимать. После смеха долгого и криков беги, оттуда я не снимаю ничего, она сказала, что можно в принципе снять панораму Нижнесетского пруда. Что мы и делаем сейчас, мы приехали сюда, здесь обмелело тут сильно. Наверное, здесь должна быть вода, ну в общем... Смотри, птичка уходит, смотри, это гуска какая-то, риса гуска или кто это? Смотри, вон, видишь маленькая? Галин, ничего не вижу, у меня солнце в голову светит. Сам район Химаш основан в 1942 году. Брать не хочу, но по-моему, Уралмаш и Эльмаш строились также вокруг завода. Собственно говоря, в Турчерме также возник, и, наверное, полустраны наша также возникла. Был построен завод, вокруг него образовался рабочий поселок, и он разросся в целый микрорайон. Завод так и называется Химаш, ну или Уральский завод, химическое наше настроение. Тут вообще очень заметно, что он построен очень давно. Настолько все обмелело. Ну, на самом деле, все равно красиво, несмотря на то, что на вот это, несмотря, и на вот это, несмотря. Фотоаппарат при нас, сумки при нас, все при нас, как бы, нас никто не трогает. Нам единственное, что свистнули пару раз, когда мы шли сюда. К примеру, любимый район, все меняется. Даже, я слышала, на Уралмаши были убийства, сейчас там уже просто бьют. И на Химаши, мне кажется, та же тема. Ну, все хорошо. Я тут подумала, что я какой-то провод значительный выкопала. Я сначала испугалась, что этот провод ведет куда-нибудь в ватт. Покажи еще одну штуку, мы вообще из-за нее подошли. Таня увидела вот эту дрянь, которая лежит. Ну, не посреди, конечно, пруда, но лежит. Мы пытаемся снять красоту. Не улетай, не улетай, не улетай. Там две бабочки, они улетели. Мы пытались найти вход. Это второе место, которое я запланировала на Химаши, точнее, которое мне назвали. Это парк-стадион. Вроде как стадион здесь огромный, хороший и стоит внимания. Во-первых, тут играет шансончик. Химаш, прости, но пока что ты подтверждаешь свою репутацию. Играет шансон, в другом кафе играет другой шансон. Я не знаю, слышно ли меня, микрофон в разработке. Он куплен, но он пока еще не настроен, поэтому извиняюсь заранее. Я не знаю, насколько это парк, потому что через дорогу от скамеек стоят машины. Покажи, пожалуйста, вот скамеечки. Люди отдыхают, и все здорово, казалось бы, как положено в маяковке той же. А теперь повернусь в другую сторону. И вот, пожалуйста, здесь машина. И вот тут машины стоят. И вон там какой-то забор, кафешка. Я не понимаю, что происходит. В моем понимании парк чуть-чуть другой. Но, возможно, я просто планку задрала из-за ботанического, из-за маяковки. На стоем мы пройти не можем. Он, смотри... Понял, короче, проволока. Там даже он тут убежит. Наверное, спортсмен, профессионалы, ну ладно. И вон там вот табличка ржавая, на которой перевернута, которая у нас есть купаться запрещено. На сайте этого парка-стадиона, а у этого парка-стадиона есть сайт, я проверила лично. Могу даже ссылку кинуть в описании. Есть 3D-визуализация, реконструкция этого парка к чемпионату мира 2018 года. Так что, возможно, то, каким мы сейчас его видим, это последний этап реконструкции. Ладно, это первый этап реконструкции, надеюсь. Ниже строительных машин, но мы проверим. И посмотрим, может быть, действительно, после 2018 года здесь будет красота красотушная. И прямо будем все сюда ходить и ездить. И говорить, как же здорово теперь здесь. Парк этот работает ежедневно с 9 до 10. Деревья высокие, здесь очень красиво. И есть с чем дышать. Я ценю эти места в городе, поэтому я галочку себе поставила на самом деле. Голуби есть настолько жирные, что у меня все время ощущение, что за демьях ходят люди. Мне страшно. Это пятый выпуск моего блога. Кто не понимает, о чем идет речь, или вообще, почему я здесь снимаю, и что я здесь делаю, и проще, и проще, и проще, заходите на мой паблик ВКонтакте, на мой канал на Ютубе, смотрите первые 4 выпуска. А можете не смотрите, можете начать с этого выпуска, потому что формат изменился. Как видите, карты у меня за спиной нет. И все изменилось. Я немножко изменилась, я челочка откусила. Да, может быть, накачалась, там, не знаю. Ну, в общем, не суть. Конечно же, ставьте лайки, комментируйте. Я жду новых предложений, и я по-прежнему хожу по районам. Кто найдет мою карту, прошу вернуть. Я просто не помню, где она. А вот тут птички разговаривают. Как я делала. Всех люблю, будьте чудом. Пока-пока. Поймай его, поймай его. Все, не поймала? Поймала, поймала. А как ближе это сделать? Что? Как ближе сделать? Айти, вот так, вот, сюда. Блин, я никогда не вижу, как я его убью. Я не вижу.